По поводу отрицательно окрашенного контента, я, честно говоря, не вижу здесь никакой большой проблемы. Если мы вернемся на две с половиной тысячи лет назад, и вспомним, с чего начинались СМИ, с Древнего Рима, я себе с трудом представляю, что газеты возникли бы для того, чтобы поздравлять Цезаря с днем рождения. Они возникли для того, чтобы горожан информировать о событиях, и информацию предоставлять, которая им важна для принятия каких-то решений. То есть, когда журналисты говорят, что мы переписываем пресс-релизы, мы написали пресс-релиз, это наша новость. Это не ваша новость, вы просто послужили кому-то переводчиком его мысли. Журналист должен добыть информацию, он должен ее добыть. Эта информация должна быть важна для подавляющего, в любом случае, большого количества людей, и только такую информацию можно называть продуктом, средством массовой информации. Переписанный пресс-релиз – это не новость. Это, еще раз говорю, все что угодно – это не новость. И то, что у нас, вы с вами сказали, Актория, то, что у нас новостные тренды формируются пресс-службами, это не вина читателя, потому что ему хочется знать про ДТП и повешенных бабушек. Это не вина пресс-служб, которые хорошо выполняют свою работу. Это абсолютно вина редакции, потому что редакция вместо того, чтобы каждый день отправлять своего журналиста в поле, чтобы он брал интервью, чтобы он снимал уникальные кадры, чтобы он записывал уникальные синхроны, вместо этого отдает ему доступ к почте, и журналист целый день занят работой. Я понимаю, что, да, у вас есть, у большинства городских сайтов есть свой план, должно быть там 20 новостей в день. Но вы должны понимать, что эти 20 новостей в день один журналист не сделает. Он может сделать максимум одну хорошую новость. Если он возьмет, возьмет, сядет на машину, на велосипед, не знаю, возьмет такси, поедет, увидит своими глазами, передаст, это будет достоверно, это будет актуально. Причем это не должна быть поездка на детский утренник, это должна быть поездка голодающим людям в поселке Глубоком. Сколько журналистов поехало туда и сняли об этом репортаж? Это не вышло в топы Яндекса, потому что все переписали то, что написал The News, по-моему, а я-то не видела большого количества ростовских журналистов. Что у вас еще интересного есть? Если кому нужны горячие темы, обращайтесь, у меня просто большой запас есть, я все не могу их отрабатывать. То есть я хочу главное сказать, что эта проблема, эта проблема лень, не хочу, не, хорошо, не лень, это проблема бедности наших редакций, бедности редакций наших СМИ. У них просто нет денег на то, чтобы содержать журналиста, которые каждый день могут выдавать настоящую, эксклюзивную, актуальную и полезную информацию. Когда в эту сферу придут большие деньги, хотя бы небольшие просто деньги, когда появятся инвесторы, которые купят наши дорогие, сейчас уже дорогие порталы, я думаю, появится совершенно другой трафик. Кто-то скажет, что он будет ангажированный, но лично я считаю, что в городе должно быть не менее трех СМИ, которые поют совершенно разные песни. Одни губернатора пусть хвалят, другие пусть ругают, третий пусть предлагают третьего губернатора. То есть это должны быть полифонии, это должны быть совершенно разные точки зрения. И тогда, когда у нас появится, когда наше медиаполе будет занято именно вот такой информацией, действительно принцип трех трупов, он давно используется, я еще его вводила на 161 руб, потому что мне неинтересно, ДТП с одним трупом, ДТП с одним трупом, они происходят каждый день, их много, это не новость. Два трупа, надо посмотреть еще, может что-то там страшное случилось. А начинаем работать от трех, нормальная практика, я не понимаю, почему сейчас все забросили, и мы пишем о том, что просто получил ранение даже. Да, это цинично, да. Но, друзья мои, надо путать городской столб с объявлениями и со СМИ. Вы либо объявления, либо вы претендуете на то, чтобы считаться средством массовой информации, пользоваться авторитетом, выступать как эксперт и формировать медиаполит. Я считаю так.